В Саратовскую область прибыла первая организованная группа беженцев из Украины. В начале спецборд МЧС проделал путь из Симферополя в Пензу. Из соседнего региона 99 человек были доставлены в Саратовскую область. Разместили беженцев в Петровске, Саратове, Ершове и Дергачах. В составе прибывших 33 ребенка, из них 4 возрасти до 1 года, одна беременная женщина. Где поселили беженцев, расскажет Юлия Шишкина. Летели через Керченский пролив до Пензы. А с Пензой автобусами добирались и до Саратова. Карта Российской Федерации – первая, что купил Максим Кутовой, прилетев из Симферополя. Вместе с другими беженцами из воюющей Украины эту семью разместили в Центре социального обслуживания населения в заводском районе. Они к нам где-то около часа ночи приехали. У нас здесь уже ожидала миграционная служба. Ну, такую экспресс-работу провели, то есть они оформлялись. Это было быстро. В течение где-то 40 минут они с ними побеседовали, встретили, оформили, что нужно. А потом мои люди уже их разводили по палатам. Этот центр принял 18 беженцев. Всех разместили в палатах реабилитационного отделения. К услугам гостей – одно и двухместные номера, душ, туалет, четырехразовое питание. Беженцы после бессонной ночи и дороги проспали завтрак. Пережитые ужасы войны, родной Майенки Донецкой области позади. Оксана вспоминает только хорошее. Заходя в автобус, дети первым делом, то, что увидели, их подарки ожидали на каждом сидении. Второе отношение, человеческое отношение было. Постоянно спрашивали, как вы себя чувствуете, может что-то надо. В таком же центре только Ленинского района разместили еще одну партию украинцев. 21 человек, 10 взрослых, 11 детей, одна беременная женщина. Вот руководство знакомится с новыми постояльцами на общем собрании. Просят поднять руки тех, у кого есть родственники в России. И спрашивают, почему не едут к ним. Ехать мне туда в деревню, сидеть на шее родственников – это неправильно. В городе я ее вытяну, свою семью, без проблем. Я найду себе работу. Того же продавца, как я работал. Среди прибывших мужчин – электрик, строитель, автослесарь, шахтер и продавец электронной техники. С устройством на работу поможем, обещает директор центра. Главное – оформить статус временного переселенца. Просто беженцам нельзя, потому что западная Украина не признает наличие войны. От статуса зависит и материальное положение. После регистрации наши люди получат первую материальную помощь до 3000 рублей. Это через город Саратов. И папы с мамами, имеющих детей до 14 лет, один из родителей, которые работают, тоже получают материальную поддержку. Семья Кожановых бежала из Луганска, несмотря на то, что маме Надежде через месяц рожать. Кроватка, коляска, пеленки для новорожденного – все, как и квартира, остались в горящем городе. Сейчас хорошо. Перелет, конечно, перенесла очень с трудом. Ребенок хорошо, я очень тяжело перенесла. Ну, сами понимаете, в таком положении было трудно. Устали очень сильно, конечно. Но так хорошо. Мы нам дали здесь и покушать, и поспать, и покупались. Первоначально эти палаты были предназначены для пожилых людей и инвалидов. По словам директора центра, за год через Ленинский центр соцобслуживания проходит 80 человек. Здесь уверены, что пока эта территория нужнее тем, кто бежит от войны. Мы сейчас должны все, наверное, дружно понимать, что руку помощи надо протягивать тем, кому она нужнее. То есть мы должны четко для себя понять. Так как люди пожилого возраста имеют свои квартиры, и семьи, и внуков, и детей, и жилье, и пенсии. На какой срок люди останутся здесь, ответить пока никто не берется. Без оформления статуса гости из Украины смогут жить здесь 90, максимум 180 дней. После получения статуса временного переселенца срок пребывания в центре затянется на неопределенное время. Юлия Шишкин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.